АПЛОДИСМЕНТЫ Знаешь, Наташа, есть такая древняя мудрость. Ну? Послушай женщину и сделай всё наоборот. Мне кажется, это не мудрость, а какая-то глупость. Прям, можно подумать, что мужчины всегда говорят что-то умное. Так, новая мудрость. Послушай, что говорит мужчина. Ты ещё раз подумай, а потом только делай. Да, что же нам теперь делать? То есть на сцене сейчас будет выступать и мужчина, и женщина. Как что делать? Смеяться и аплодировать. Потому что сейчас на этой сцене будет замечательный дуэт. Наталья Коростелёва. И Юрий Хвостов. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас с Юрием важная миссия. Руководство фестиваля уполномочило нас проверить, насколько у вас здоровое чувство юмора. Тогда давайте подготовимся к смехосмотру. Серьёзное дело, между прочим. Поэтому, внимание, подготовка будет такая. Сейчас я опущу руку и все смеёмся. Все поняли задание, да? Готовы? Два человека готовы, что ли, только? Все, поехали. И... Фальстарт спокойно. Поехали! О, прямо какой-то моногоржачий тут. Хорошо. Что-то первые ряды, по-моему, слабее смеются. А там какой-то заворот-смешок. Так, давайте ещё раз, ребята. Если мы так до утра будем делать с вами, давай. И раз, поехали! Молодцы, молодцы, молодцы. Говорят, ура кричат. Итак, у нас очень простой будет смехосмотр. Мы будем читать свои шутки. Если вы будете смеяться, значит, всё, смехосмотр прошли. Готовы? Методика авторская. Все шутки написали мы сами. Итак, начинаем смехосмотр. Закон шашлыков. Не успеешь сто раз сказать «чевапчичи», как все уже напились. Хорошо, хорошо. У российских футболистов в крови нашли похмельдоний. Елена Малышева в аквапарке скатывается по трубе. Подождите, рано, рано. Фальстарт. На выходе из трубы говорит в камеру. Как вы поняли, тема сегодняшней передачи – работа кишечника. Вот, хорошо, хорошо. Идёт терапия. Давай, Антоний. Дочь Хиллари Клинтон беременна. Хиллари утверждает, что это тоже сделали русские хакеры. Старейшему жителю России исполнилось 125 лет. На вопрос, в чём секрет долгожительства, он ответил. Ипотека! Банк не даёт помереть, пока не рассчитались. Оля, зачем ты делаешь селфи с шоколадкой? А чё ж я тогда сожрала? Хорошо, хорошо, хорошо. Мужики, я себе сделал пластическую операцию. Ты чё, дурак? Нет, не дурак. Я теперь дура. Новости науки. Впервые открыты частицы, превышающие скорость света. Это губернаторы, которые после прямой линии с президентом помчались к пострадавшим. Я понял, а вот для того, чтобы у нас в стране всё было хорошо, нужно прямую линию с президентом проводить каждый день. И через полгода, я гарантирую, у нас будет самая процветающая страна в мире. Был ещё один звонок, его в эфире не показали. Звонила одна дама, жаловалась президенту, что её муж не исполняет супружеские обязанности. Тут же примчался губернатор, помог. Теперь внимание, сейчас такой умничок. Мой муж сошёл с ума, каждый вечер снимает носки. Но это нормально. О, если б так думали прохожие, у которых он их снимает. Капитан кричит матросу. Человек за бортом! Срочно круг! Матрос! Владимирский централ! Ветер северный! Нововведение! Теперь при звонке в полицию с вами разговаривает автоответчик. Если вас бьют, наберите один. Если обманули мошенники, наберите два. Если отобрали мобильник, наберите три на мобильнике. Итак, вы набрали цифру один. Если вас бьют сильно, наберите два. Если бьют ногами, наберите триста сорок восемь, сорок семь, пятнадцать, добавившись двести с восемь, пятьдесят восемь, триста девяносто пять. Если вы потеряли сознание, нажмите звёздочку. Продолжаем терапию. Автонавигатор говорит женским голосом. Через сто метров поверните налево. В Дагестане женщина не может так разговаривать с мужчиной. Поэтому дагестанские навигаторы разговаривают так. Я, конечно, очень извиняюсь. Кто я такой, чтобы тебе советовать? Ты самый лучший, самый умный. Ты просто мах какой водитель. Но если ты устал четыре часа кружить, вот это туда-сюда по кругу, и хочешь доехать уже в этот чёртовый автосервис, чуть-чуть поверни налево. А навигатор в женской машине говорит всего одну фразу мужским голосом. Куда поехали? Быстро вышел из машины, пошла куча тварей. Молодцы! Минсоцтруда объявила, что с нового года пенсии поднимутся до ста тысяч рублей, а возраст выхода на пенсию поднимется до ста пятидесяти лет. Ну что, у вас здоровое чувство юмора? И это здорово! Минсоцтруда объявила, 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 Продолжение следует...